Так, друзья, добрый день. Как видно, как слышно. Так, приветствую. Приветствую. Отлично. Ну что, друзья, Новый год на носу. Сегодня у нас 30 число. Среда. Значит, у нас, как обычно, в этот день идет работа. Мы решили при праздничные дни не отменять вебинары. То есть, понятно, что сегодня народ больше занял подготовкой к празднованию Нового года, мыслями о том, что будет завтра, послезавтра. Но, тем не менее, мы, друзья, решили не останавливать. Ведем свою работу в обычном режиме. Вот. Сегодня у нас на 12 часов вебинар для новичков. То есть, мы сюда приглашаем и делаем всех, кто только-только входит в проект. Вот. Поэтому, друзья, кто только зашел, появился опросник, нажмите цифру 1, кто зашел первый раз, и ответить. Если вы зашли по гостевой ссылке, если вы зашли по гостевой ссылке, то можете поставить цифру 1 в чате. Цифру 1 и вот. И таким образом мы будем определяться. Сейчас, так, сейчас чуть-чуть звук. Ромче, да? Сейчас. Так, вот так лучше звук. Вот. Поэтому, мы ведем работу по нашей программе SkyWay. Так, у нас пока проголосовало из 43-х 8 новичков. Ну, это уже порядка 10% уже процесс идет. Вот. Наша задача вот на этом первом вебинаре, у нас два вебинара идут парами, в 12 часов, потом в 13 часов уже для тех, кто в проекте, тех, кто в программе. И для них мы уже более расширенно даем именно комментарий, анализ экономической ситуации с точки зрения уже именно программы, которую мы ведем с точки зрения проекта SkyWay и тех результатов, которые у нас сейчас уже есть. Тем более, что анализировать есть, что ситуации, события развиваются очень активно и очень серьезно. Поэтому есть о чем поговорить. Но для того, чтобы понимать терминологию, для того, чтобы понимать цели и задачи, которые мы ставим, конечно, надо сначала пройти серию, ну, хотя бы один, два, три водных вебинаров, для того, чтобы понять, о чем речь, что мы хотим и какие задачи мы ставим и что мы решаем. Значит, фамилия моя, видите, Сибиряков Сергей Анатольевич. Я являюсь специалистом и долгое время занимаюсь макроэкономическим прогнозом. Я долгое время возглавлял кафедру макроэкономического прогнозирования Высшей школы управления. Я кандидат экономических наук, как раз всегда специализировался только на оценке и прогнозах технологий. И я могу сказать, что в 2000 году я познакомился с одним очень выдающимся и интересным изобретателем, Антон Даршим Юницким. И с тех пор мы 15 лет работаем вместе, идем вместе, и сейчас при развитии вот этого активного проекта Skyway. Так, тихо, да? Сейчас еще чуть громче сделаю, друзья. Сейчас еще чуть громче сделаю. Так, лучше? Ага. Потому что в прошлый раз что-то в настройке хрипело, поэтому я чуть-чуть убавил. Вот, поэтому, друзья, проект, который сейчас активно развивается и в который вот у нас сейчас вот первые там 10-12 новичков зашли, он начался не вчера, не сегодня. И наша задача, вот мы вебинар будем вести с Армандом сегодня вместе, пока Леша Суходоев у нас пока в командировке в Индии. Соответственно, наша задача, чтобы после первой встречи, после первого знакомства у вас появилось желание, появилось ощущение, что это проект серьезный, что надо дальше изучать эту информацию и, соответственно, для того, чтобы принимать решение становиться участником или подождать еще, пока он будет дальше развиваться, соответственно, для этого надо, для принятия решения нужна информация. И наша задача сейчас это вам показать о том, что это серьезный проект, что вы не зря сюда попали. И действительно, такие возможности, которые от меня бывают очень и очень редко. И происходит это не потому, что мало проектов или успешных проектов, а потому, что смена эпох, смена цивилизационных таких циклов, связанных с изменением технологии, оно происходит довольно-таки редко. Вот. И мы как раз все это рассказываем, показываем, это задача наших обучающих циклов, обучающих наров, конференций, обучающих инвестиционных пакетов, которые мы доводим и которые предлагаем вам для изучения. Это как раз все цепочки, все звенья одной большой-большой цепи, которая складывается в один проект Skyway. Skyway – это небесные дороги, это новая технологическая система, которая следующим идет развитием за информационной технологией, которую мы называем интернет. И сегодня мы все к интернету уже привыкли, мы все пользуемся его благами. Вот. У нас, видите, сегодня предпраздничный день, 86 человек с разных регионов, с разных стран. Вот. А у нас сегодня с Армандом еще будет, ну, всего мы видим 4 вебинара, и один нас попросили еще сделать специализированный вебинар для наших сегодня партнеров из Чехии, Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Поэтому мы будем такой международный проводить вебинар. Арманд, что будет возможно говорить по-английски, я буду по-русски, но там очень многие русскоговорящие, поэтому это как раз сейчас показывает о том, что география проекта расширяет, буквально в конце января у нас открывается и большое направление в Америке открывается, компания начинает двигаться, чего мы еще пока до этого не делали. Арманд расскажет о тех странах, которые он ведет, активно сейчас у нас активнейшим образом начинает работать в Испании, Турции у нас давно уже идет. Вообще у нас из 47 стран инвесторы это те, которые уже сегодня в проекте, те, которые развивают в своих странах проект Skyway. Естественно, что большинство это наши соотечественники, это русскоговорящие люди, но подключаются все больше и больше людей, которые начинают верить в проект. И как раз позиция иностранцев, и я Арманд как раз представляю как иностранца, хотя он сам ожидает, что он уже до глубины души русский, вот, хотя родился он в Риге, живет сейчас в Лондоне, возглавляет нашу, одну из ведущих компаний из холдинга, которая работает в Европе, это Global Transnet UK. И вторую компанию, которую мы сейчас запускаем по специализированному проекту, это Global Sky Park, то есть это легкая система транспорта, которая позволяет сегодня решать именно спортивные, экскурсионные задачи для разных городов. И сразу вам могу сказать, что сейчас ведется ряд уже таких завершающих этапов переговоров и для открытия и запуска проектов, вот, Арманд летит буквально 6 января встречаться с руководством страны Ирландии для того, чтобы получать все разрешения и уже в этом году, в 16-м году начинать строить первые трассы Skyway в Ирландии, там, в каких местах он сам расскажет. У нас ведутся переговоры сейчас с руководством Лондона, это тоже через очень близких партнеров Арманды. Вот, я буквально две недели назад был в Самаре, мы встречались с мэром, договорились в феврале уже подписать документы о строительстве, а где-то в июле начать уже непосредственно первые строительные работы на набережной Самары. Тоже интересный проект. Буквально после Нового года сразу идет презентация мэру, губернатору Санкт-Петербурга Полтавченко, эта встреча сейчас подготовлена с тем, чтобы начинать проект. Также это я буду делать и готовится презентация, тоже она будет где-то во второй половине января, это мэру Москвы Собянину для запуска двух проектов в Москве, это на Воробьевых горах по строительству первой трассы и в парке Коломенском. Алексей Суходоев активнейшим образом сейчас доводит проект уже в Челябинске, в парке Гагарина, с этого и началось все это направление. И дальше у нас уже начинает очередь этих адресных проектов выстраиваться, то есть в ближайшее время наши партнеры будут презентовать проект руководству мэру Ростова, сейчас ведутся переговоры с мэром Сочи, еще ряд подходят. Это только то, что сейчас по России идет. Значит, зачем, друзья, я вам это рассказываю, не просто как, во-первых, у нас такая общепринятая сейчас традиция, что мы сначала показываем, декларируем цели, задачи, то есть реперные точки, которые мы решаем, а потом по мере их достижения мы отчитываемся. Это, конечно, очень рисковый сложный путь, но другого, друзья, нам сегодня не дано, потому что проект венчурный, это венчурная технология, которая не имеет аналогов, которая только развивается, которая только входит в технологический мир. Соответственно, мы всегда показываем цели и задачи, которые мы ставим, чтобы по достижению этих целей отчитываться. Это определенная ответственность, потому что не всегда получается в те сроки или полностью те цели, которые мы ставим достичь, и, соответственно, это негативом ложится на то, что мы ставим и достигаем, но, друзья, мы вынуждены показывать те цели и задачи, к которым мы идем, потому что мы развивающийся, мы начинающий проект, и кто помнит, ну, точнее, новички, которые сейчас подключаются, а люди в проекте уже год-два года, то есть, когда он вообще только на стадии зарождения стал входить в информационное пространство, и люди подключались к проекту на самой радиостадии, и у нас не было еще два года назад ни конструкторского бюро, ни земли, ни строительства на полигоне, то, что есть сегодня, и эти отчеты мы вам все будем показывать, вы будете смотреть в онлайне, мы показывали, что было проделано за 40 лет работы инженера Юницкого, как он подошел и создал эту технологию, мы показывали, что сделано за 15 лет реализации его последних, то есть, когда эта технология обрела реальность и была построена первые демонстрационные стенды, как это все показывалось там различным губернаторам, министрам, и в 2009 году мы показали эту технологию на госсовете, ее презентовал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, президенту на тот момент Медведеву, вот, рассчитывая на то, что эта технология будет поддержана, развивать, потому что по нашим утверждениям, по той экономической школе, которая создана на базе технологических решений инженера Юницкого, мы утверждаем и мы показываем о том, что технология Skyway это то, что будет развивать, то, что коренным образом изменит экономику России и всего евразийского пространства, и это то, что сегодня мы называем основой экономического ковчега, который вот в это непростое время будет выводить нашу страну и вообще все евразийское пространство, вот, из того кризиса и хаоса, в который мы сейчас скатываемся. Но услышанно руководством страны это не было на тот момент, и мы получили вместо положительных, наоборот, отрицательные результаты. Тот полигон, который создавался при финансировании генерала Лебедя, был уничтожен, и, соответственно, началась такая череда экспериментов, когда мы работали в разных странах с разными крупными инвесторами, фондами, и два года назад было принято решение переходить в логику сетевого маркетинга, то есть в логику народного финансирования, то есть выстраивать и напрямую обращаться именно к тем, кто будет являться потребителем этой технологии. И результат за два года очень впечатляющий, то есть итоги мы тоже подводим, сейчас показываем, вот на 13-часовом как раз вебинаре, который пойдет за этим он будет, и краткие итоги этого года, которые прошли, анализ того, что происходит, и планы и перспективы, что нас ждет на 16-й год. И я могу сказать, что у нас есть что показать, нам есть чем отчитаться, потому что строительство идет, репортажи сейчас вы видите, они каждый практически день приносят нам новую-новую информацию, то есть созданы модели, созданы прототипы, монтируется уже путевая структура длиной более километра, готовятся к испытанию уже стенды и непосредственно первые юнибусы, которые есть. Мы подготовили уже по юнибайкам, то есть это облегченная система, которая может строиться в любых условиях и занимает другую нишу, чем транспорт, это спортивно-экскурсионное направление, это то, что уже сегодня заключаются договора, и мы уже в этом году, еще в 16-м году планируем выйти на строительство. Это как раз, друзья, результат работы, который мы вместе сделали, то есть мы создали краудинвестинговую систему, у нас сегодня участвует в проекте зарегистрировано уже более 230 тысяч человек, соответственно, где-то около 30 тысяч активных партнеров, активных акционеров, которые работают, участвуют, несут информацию, сами инвестируют, и это благодаря этим людям проект развивается, проект существует и выходит все на новые и новые горизонты. Сейчас по мере того, как доказательная база и строительство самой технологии демонстрации, выходит на такой абсолютно осязаемый порядок, подключаются новые инвесторы, мы ведем переговоры с крупнейшими фондами и банками, подключаются государственные структуры, уже не только Россия, сейчас в России как раз это все, скорее всего, будет отодвинуто на некий такой дальний период, хотя не исключено, что буквально в начале года Анатолий Голдович будет презентовать опять руководству страны, ну или во всяком случае, ряду министерств, ведомств, технологию, именно на той стадии, какой она сейчас находится. А в январе будет очень серьезная большая поездка в Австралию. Австралия это вообще отдельное такое направление, потому что буквально три месяца назад благодаря нашей системе, именно партнерской системе, был привлечен в работу бывший руководитель департамента транспорта Южной Австралии, Рот Хук, он приезжал в конструкторское бюро, сегодня он является активным партнером, создана управляющая компания в Австралии для продвижения технологии Австралии и как раз Анатолий Голдович буквально там в середине, к концу января летит уже в Австралию для того, чтобы заключать конкретные договора и запускать уже непосредственно проекты, связанные с технологией в Австралии. Это говорит о том, что проект активнейше развивается, он движется, он подходит к стадии уже запуска и абсолютной реализации, а мы, друзья, продолжаем работу по привлечению новых людей и по сути дела мы вам сегодня, вот эта вводная часть, когда люди только подключаются к проекту, вот у них первый вопрос, вопрос, что это такое, почему этого нигде в мире нету, почему мы первые, почему сегодня это имеет такое серьезное значение, вот это как раз, друзья, на те вопросы, на которые мы отвечаем, вот и здесь вот на том, видите, слайде, который сейчас появился, это как раз показывает всю логику и всю историю развития технологий, которые прошли вот за три столетия, пока мы активно стоим на пути такого цивилизационного технологического развития. И здесь как раз теория вся говорит о том, что вся теория говорит о том, что все цивилизационное развитие можно разбить на несколько таких циклов или технологических укладов. Это российское направление такой научной мысли, ввел его еще в конце, в начале 20 века Николай Кондратьев, такой серьезный мыслитель, экономист, человек, который занимался анализом технологий, вот, он ввел понятие теории длинных технологических волн, то есть когда определенная технология, являясь ядром развития технологического уклада, то есть он ввел такое понятие, оно определяет развитие всего человечества, всей цивилизации, ведущих стран и определяет уклады, которые на тот момент складываются. И абсолютно логическое такое развитие с ним бесполезно, и я бы даже сказал, нет смысла спорить, потому что это все на уровне здравого смысла, и если обратным счетом идти сейчас, то пятый технологический уклад, это вот то, что мы с вами живем последние 30 лет, это век интернета, технологических информационных производств, это хранение, это использование, обработка, передача, хранение информации, то есть это то, что работают средства электронной передачи, хранения, и все это получилось благодаря кремниевым технологиям, поэтому мы знаем кремниевую долину, кремниевые технологии, и знаем героев этого времени, то есть те, кто капитализировали и сделали, это и Билл Гейтс, и Джобс, который стал легендой этого времени, и Николас Делл, и Марк Цукенберг, и Сергей Брин, наш отечественник, один из создателей Гугла. Это уже сегодня все на ходу, мы пользуемся мобильной связью, мобильным интернетом, факсами, ксероксами, GPS-ом, для нас это абсолютно все естественно, хотя какое-то время назад это казалось фантастикой, но это все придумали инженеры, мы это сегодня ввели в жизнь, и без этого жизнь наша сегодня не может существовать. Теория, которую ввел Кондратьев, и ее активно продвигает и сегодня является автором и, скажем так, носителем теории экономических и технологических циклов, это российский академик Сергей Юрьевич Глазев. Перед этим четвертый технологический уклад, это начало 20-го века, это появление двигателя внутреннего сгорания, и соответственно никто не может отрицать, что двигатель внутреннего сгорания полностью изменил всю цивилизацию, появились автомобили, вот вы видите на слайде первый автомобиль Бенса, и потом это современные автомобили Форда, которые есть. То есть это появилась авиация, космонавтика, появилась радиосвязь, то есть это все то, что начало делать цивилизацию привычным нам сегодня в таком плане. Соответственно появилась современная финансовая система, то есть концентрация капитала, банки залоговые финансирования под деривативы, то есть производные от денег, появились страховые компании, и это как раз то, что связка доллар нефти, она прошла весь 20-й век и перешла вот к нам в 21-й век, это тоже абсолютно невозможно отрицать, что это серьезнейшее изменение, тот ресурс, который всегда считался ненужным, то есть нефть неожиданно стал ключевым игроком вообще в мировой экономике, в мировой цивилизации. Это четвертое технологическое, третье технологическое до него, это появление электрических машин, электричество, освещение, телефона, телеграфа, ну точнее сначала телеграфа, потом телефона, то есть телеграф ввел изобретатель Морзе, я потом как-нибудь расскажу, это очень интересная история, как входила эта технология. Соответственно это тоже абсолютно понятно, что до электричества и после электричества это стал абсолютно другой мир, абсолютно другая экономика, абсолютно другие технологии. До электричества такое же мощное влияние на цивилизацию, вообще на все развитие человечества оказала паровая машина, то есть это пароходы, это паровозы, это паровые молоты, это конвейеры связанные с паровой тягой, это все, что стала рисовываться наша современная промышленность, это середина 18 века, это тоже ближе к концу 18 века, то есть вторая треть. Это тоже абсолютно бесполезно отрицать, потому что появилась металлургия, появилась угольная промышленность, соответственно стал формироваться разделение, глобальное разделение труда, связанное с промышленностью, связанное с сельским хозяйством, вот, и это то, что определило уже в дальнейшем развитии промышленности. Ну а первый технологический уклад считается, что это конец 17 века, самое начало 18, то есть где-то 1760-70, это появление первых ткацких фабрик, первого промышленного производства в Англии, это вот как начало технологической революции, начало технологического прогресса, потому что до этих пор все развивалось постепенно, длительными циклами, которые развивались столетиями, и уклад, конечно, и цивилизации развивалась, но до этих пор можно сказать, что все там 2-3 тысячелетия развития, оно шло постепенно и радикально, не делая таких скачкообразных технологических рыбков. Вот начиная с конца 16 века, там начало 17 века, начался такой взрывообразный рост, именно влияние технологий на экономику, на уклады, и дальше уже можно сказать, что каждый уклад нес с собой очень серьезные изменения в жизни вообще всего человечества, можно сказать, достаточно сказать, что 4-й технологический уклад, когда вошел начало 20 века, это рухнули основные империи, это Российская империя, Османская империя, Венгерская империя, потом Британская империя перестала существовать. Это империи, которые существовали тысячелетиями, и как раз с изменением укладов, с изменением образа технологической жизни эти империи перестали существовать. Смена четвертого технологического уклада на пятый технологический уклад, это начало 90-х годов, это разрушение Советской империи, то есть тоже мировые глобальные изменения. И зачем нам это все знать, почему я, друзья, об этом говорю и почему нам необходимо, ну скажем так, очень серьезно к этому относиться, что сейчас мы стоим на очередном переходном периоде, с пятого на шестой технологический уклад и появляется новая технология, это ядро, которым будет являться транспортная технология второго уровня, это как раз то, что разрабатывает инженер Юницкий уже 40 лет и то, что сегодня выводится под брендом Skyway, и вот видите на двух крайних справа слайдах внизу, это ЗИЛ-131, это первая технология, которая была продемонстрирована как автомобиль Бенса, как самолет братьев Райт, как первый паровоз Стефенсона, то есть это начало технологии, это было 15 лет назад, а сегодня тот скоростной юнибус, который вы сейчас видите, это то, что мы проектируем, делаем и будет показано на полигоне Марьиной Горки уже ближайший год, это та технология, которая уже сегодня выходит на рынок, это то, что будет полная альтернатива самолетов, то есть со скоростями 500-550 км в час, но при этом абсолютно с другой экологией, абсолютно с другими затратами, это меньше 100 грамм в топливном эквиваленте на 100 км на одного пассажира, это совсем другая безопасность, которая на порядок будет превосходить, даже на два порядка сегодня будет превосходить безопасность на авиационном транспорте, соответственно, не говоря уже с автомобильным, который является просто сегодня страшным с точки зрения убийства людей, потому что автомобильный транспорт убивает полтора миллиона человек в год на земле и около 15 миллионов становится инвалидами. Так вот, друзья, сегодня эта технология подошла и вы сегодня попали, это я обращаюсь к тем, кто только зашел к нам на вебинар, что только подключается к проекту, мы, друзья, сегодня создаем эту систему, мы сегодня создаем решение и почему это пока воспринимается несколько скептическим большинством людей, которые только подключаются. Не укладывается в сознание, что такое развитие, такой глобальной системы, которая меняет мир, меняет жизнь городов, будет менять систему расселения, то есть мы сегодня уже проектируем и знаем, как будут жить люди через 3, 5, 10, 15, 20 лет, где они будут жить, где они будут работать, что они будут есть, что они будут изучать, соответственно, это как раз то, что мы сегодня делаем для вас, это кажется будущим и фантастикой, для нас это уже реальность, для нас это то, что мы сегодня создаем. И вы, когда будете вникать дальше в технологию, вы будете изучать, смотреть, увидите реальность всего этого, увидите воплощение всего этого в железе, увидите эти воплощения все это уже в проектах, естественно, что дальше мы будем доносить, обучать и показывать вам с точки зрения уже принятия решений, как можно сегодня создавать свой инвестиционный пакет, как можно сегодня инвестировать и создавать на венчурной стадии, когда очень высокие венчурные премии за то, что вы сегодня еще пока не общепризнанный и проект, который не является очевидным для всех, на этой стадии и только на этой стадии как раз можно очень серьезно рассчитывать на большие компенсации риска, которые выражены в венчурных, соответственно, премиях, которые сегодня предлагает проект. И с точки зрения здравого смысла вы понимаете, что только на тех, кто в ранней стадии входил в такие компании, как Google, как Apple, как Microsoft, они получили очень серьезные дивиденды и очень серьезный рост акций до тех пор, пока это не стало очевидным и туда не пришли все. Вот, то есть есть очень интересные истории, как Сергей Брин за массажи, которые мы делали, у него были проблемы со спиной, он платил, ну там, врачу, массажисту, который делал там акциями компании Google и на тот момент по 20 тысяч акций за массаж. Сегодня эти акции стоят более 200 тысяч долларов. То есть понимаете, что таких массажей, наверное, больше никто никогда никому не делал, кроме как, наверное, в компании Skyway, потому что мы три года назад, когда арендовали офис и обеды, которые весь персонал у нас пытался, мы также рассчитывались акциями из расчета полторы тысячи акций за один обед. То есть представляете, сколько это будет стоить через 10-15 лет, когда рост этих акций будет сопоставим с ростом, ну как минимум, Apple. То есть это будут самые, наверное, дорогие обеды за всю историю, которые когда-либо были. Но у каждого такого проекта, у каждой такой развивающейся компании должны быть такие красивые истории. Естественно, что мы их много будем рассказывать, показывать. И есть книга такая, Юницкого небесной дороги, которая очень интересный автор. То есть там как раз очень много таких вещей описано и делано. Поэтому, когда будете вникать, можете посмотреть, можете изучать. Это все действительно очень и очень интересно и познавательно. А мы, друзья, увязываем все это в один проект, в одно развитие. И то, что сегодня у вас появляется уникальнейшая возможность с точки зрения уже развития государства, потому что Путин предлагает сегодня мощнейшую систему развития Дальнего Востока, постимулировая каждому по гектару земли на члены семьи. Соответственно, мы к этому подводим сейчас коммуникации и показываем, что с помощью технологий Skyway эта земля будет самая дорогая на евразийском пространстве. Мы готовим сейчас запуск адресных проектов, которые показывают, что эта технология уже абсолютно реальна и применима уже в 2016 году. Ну и здесь я могу сказать, что вам самим остается только получить больше информации, больше изучить о том, о чем идет речь и, соответственно, уже дальше принимать решения, как, куда, как двигаться, как дальше становиться партнером, инвестором. Мы со своей стороны создали полную прозрачную систему, когда можно бизнес выстраивать сегодня уже по привлечению новых партнеров, можно формировать свои инвестиционные партии, которые будут серьезно капитализироваться по мере развития технологии и увязываем это с государственной программой развития Дальнего Востока из выделения земли, когда однозначно можно сказать, что такие возможности бывают даже не раз в сто лет, а, наверное, раз в три-четыре столетия, потому что за всю историю развития цивилизации таких можностей не было. Поэтому сегодня у вас есть, вы по разным причинам, по разным, скажем так, стечением обстоятельств попали в этот проект, поэтому я не люблю этих слов, когда говорю, я вас с этим поздравляю. Здесь, друзья, ничего просто так не бывает, вы оказались в нужное время в нужном месте, а сейчас только от вас зависит, насколько полно вы получите информацию, насколько полно вы примете для себя решение. А я передаю слово Армонду, это наш молодой директор, молодой инвестор, талантливый парень, я очень рад, что он подключился к нашему проекту на самой первой конференции, которую мы проводили, а сегодня он возглавляет две крупнейших компании, ведет переговоры с ведущими инвесторами мировыми с точки зрения бизнеса, ведет переговоры с правительствами, с мэрами, и я просто вам предлагаю его послушать, посмотреть и очень серьезно отнестись к тому, что он говорит. Арман, тебе слово. Так, он у нас, кстати, сейчас вещает из Санкт-Петербурга, вот, поэтому он хоть иностранный гражданин, но все больше и больше россиян. Сергей Анатольевич, благодарю. Ребята, как меня видно, слышно, дайте обратную связь. Поставьте 1, 10, плюс, отлично, да? Ну, что я могу сказать? Очень приятно, конечно, слышать от такого макроэкономиста такие слова в свою, как бы, в свою сторону, но я точно так же, как и многие из вас, да, которые первый раз пришли, то есть я хочу обратиться именно к новичкам. Почему к новичкам? Потому что вы пришли первый раз, и вы хотите осознать вообще, что это такое, да, то есть вы тратите свое время для того, чтобы понимать, куда вы пришли и что это вообще такое. Я уверен 100%, что большинство из вас это скептически настроенные люди, которые пришли разоблачить, или как я в свое время, да, думал, ага, сейчас, короче, приду и вам всем покажу, что это не так. Но послушайте меня, пожалуйста, буквально 10 минут. Я точно так же пришел в проект, точно так же познакомился, я был скептически настроен, мне были вот так по горлу надоевшие все эти MLM-компании, да, которые приходят, тебе что-то продают, потом тебе говорят, иди там, расскажи там другу, друг тоже будет продавать, а ты будешь зарабатывать, то есть по сути дела ты находишь какой-то продукт, потом этот продукт продаешь другу, знакомому, седу и так далее, и с этого, соответственно, получаешь деньги. И я всегда знал, что MLM это отличная, как бы, отличная структура по именно развитию бизнеса, да, но я никогда не понимал, как можно ходить с какими-то банками, там, с клянками всякими, ходить там к знакомому, к другу, да, и убеждать его, что, слушай, вот то, что ты там пользуешься, да, это плохо, вот у меня есть лучше. Все равно где-то в подсознании ты же все равно хочешь заработать. И вот этот вот момент, он меня как-то постоянно оберегал или оттягивал, да, вот мое именно участие в MLM программах. Но что я могу сказать вам сто процентов? То, что мы делаем, мы используем, как сказать, мы используем элементы этого маркетинга, но немножко с другой, другой подход, да, мы делаем. В первую очередь мы людям даем шанс, которого нигде в другом месте нет. Я за последний, наверное, год очень много проектов находил, да, то есть проекты какие-то. Я пропадаю? Так, ребята, еще раз, еще раз, как меня слышно? Ага. Вот, я очень много проектов начал искать именно после прохождения вот 8 правил частного инвестора у Андрея Федоровича Хавратова. И, знаете, давайте вот просто посмотрим, то есть, навички, да, абсолютно, вот для вас. Давайте посмотрим. Была же компания Кикстартер, да, кто слышал, кто не слышал. Арманд, это мошенники. Смотри, Руслан, я на этот вопрос отвечу в конце, да, я его сейчас запишу про мошенников. И отвечу в конце, чтобы сейчас не отвлекаться. Вот, что я хочу сказать, да, значит, была компания такая, ну, она и есть, да, Кикстартер, то есть, никто в нее не верил. Это пару ребят, которые придумали, что у каких-то там знакомых, друзей, там, или еще какие-то людей есть интересные идеи, которые нужно реализовать. Для того, чтобы реализовать, нужно собрать где-то финансы. Потому что, ну, не все мы родились в семьях богатых родителей, да, которые нам дают финансы на то, чтобы реализовать свои идеи. Соответственно, была такая компания, и она очень успешно выдвинула проект там Oculus, да, который стал народным проектом, да, а потом из-за того, что тогда это был краудфандинг, да, то есть от слова «искать». много людей находили и включались, скажем так, в процесс, вкладывали там кто 10 долларов, кто 100, кто 300, кто 500. И, соответственно, они просто внедряли то, что хотят большинство людей. После этого компания, это самое, Facebook, да, купила Oculus компанию за 2 миллиарда. И, соответственно, люди, они начали отдавать суд на то, что, а почему это я вложил своих денег, да, они стали миллиардерами, миллионерами, я ничего не имею. И вот, опять же, поменялся следующий вот этот шаг, да, когда стала больше, скажем так, потребность краудинвестинга, да, то есть поменялся от краудфандинга на краудинвестинг. И краудинвестинг – это, опять же, тот же самый процесс, которым занимаются многие люди, особенно вот в Лондоне я очень много встречаю людей-инвесторов, да, которые инвестируют 10% от своих доходов. И 10% от своих доходов они инвестируют каждый месяц на постоянной основе. Так представьте, если вы сегодня начнете хотя бы 10% откладывать, да, от своих доходов, допустим, вы там тысячу долларов получили, зарплату, 100 долларов отложили, этих 100 долларов начали инвестировать. Вот просто хотя бы по 50 долларов куда-то, да, вот 50 долларов Skyway, 50 долларов, там, допустим, золота. Представьте, до конца вашего, скажем так, до выхода на пенсию, да, у вас уже будет созданы десятки и сотни активов. И вот таким образом я, когда встречался с этими инвесторами, я осознал одну простую вещь. Они, даже если инвестировали в 100 разных проектов, один-два из них выстреливают, понимаете, и все. То есть они таким образом создают себе капитал. Для того, чтобы мы это могли делать, у каждого из вас должна быть мечта. Вот у людей, у которых нет мечты, они просыпаются с утра, идут на работу, сделали работу, пришли домой, ждут с нетерпением своего отпуска, да, выходных, которые пытаются, скажем так, залить глаза, да, для того, чтобы не видеть вообще, что происходит. И, ну, наверное, без мечты мы не будем нормально существовать. Поэтому мечта – это двигатель, это двигатель нашей жизни для того, чтобы мы вставали, мы шли, мы делали. И Skyway – это действительно мечта, которую можно передать не только своим детям, но можно передать это всем людям, которых вы встречаете на своем пути. Знаете, я принял полтора года назад, когда первый раз я узнал о этой компании, да, то есть было 23 человека, не было никаких, никакой информации, да, там, мне нужно было все искать самому, и когда я приехал в Москву, я увидел этих людей, которые объединены одной идеей. И знаете, вот на тот момент я так подумал, ну, я все равно прогуляю эти деньги, и смысл от этого большого не будет, да, то есть головная боль с утра, и вода будет казаться самым лучшим напитком. Вот, но, понимаете, сегодня Skyway дает очень-очень большие возможности каждому, особенно молодежи, потому что мы все ищем, ищем, как себя проявить в этом мире, да, особенно в финансовой точке зрения. Ребята, которые молодые, то есть давайте просто на пальцах, да, посмотрим, что сегодня вам предлагает тот или иной работодатель, да, он предлагает вам делать что-то, да, какое-то количество времени на это тратить, и, соответственно, взамен вы получаете бумажки, то есть деньги. И по большому счету мы, как бы, заменяем наше время на деньги, но если вы подсчитаете, как я это один раз сделал, да, подсчитаете, что вас ждет на пенсии при заработке, ну, допустим, при увеличении, там, вашего заработка, там, 10% за 3-4 года, да, то вы поймете, что максимум, что вы получите, это последний выплаченный кредит за квартиру, в которой вы живете. И, соответственно, наверное, ну, ни для кого не секрет, что это наш сегодняшний день. И такие компании, как Skyway, нам дают полностью поменять вот этот вот жизненный наш цикл. Поэтому я вам рекомендую, просто изучите материал, обратитесь к человеку, который вас сюда привел, который вам показал, и я уверен, что однажды вы ему скажете большое спасибо. Потому что то, что сегодня делается, это уже не краудфандинг, да, это краудинвестинг. Здесь люди включают взамен на свои инвестиции, да, которые даются Анатолию Дорчу Юницкому на постройку полигона, то есть полигона, аэкотехнопарка, на постройку и демонстрацию вот этого вот транспорта, да. И мы все являемся одним большим инвестором. Поэтому инвесторам быть классно, особенно если ты еще знаешь, куда ты инвестируешь. И не нужно стесняться рассказывать. И когда вы начнете все больше и больше рассказывать, вы начнете больше и больше информации и сами узнавать абсолютно другой, чем вы сегодня интересуетесь. По одной простой причине. Когда я заходил раньше в интернет, да, меня интересовало, кто там с кем, какие отношения строят, да, кто из друзей, куда поехал, что он сделал. То есть, понимаете, вы следите настолько за какими-то людьми, что вы знаете о их жизни больше, чем о своей. Так давайте лучше свою жизнь создавать. И вот сейчас я больше смотрю какие-то научные передачи, да, я больше интересуюсь, а что же там какие-то ученые говорят о нашей потреблении электроэнергии, да, почему замены идут на какие-то там гибридные автомобили и так далее. И у вас намного больше и больше информации накапливается, и вы четко понимаете, как можно сегодня, зная то, что будет завтра, на этом неплохо заработать. Вот. Ну что, ребята, передам слово нашему макроэкономисту. Кстати, тоже насчет Сергея Анатольевича интересный момент. Наверное, многие из вас слышали или сталкивались с Форексом, да. Многие эти самые консультанты, они вам звонят, да, и говорят там, вот сегодня там акции там Apple идут вверх, то есть есть лахтная возможность заработать, вложить там 10 тысяч долларов, рублей, там, ну можно даже с тысячи начинать, вот, и вы на этом как бы подвинетесь. Знаете, я вам скажу одно, если бы я слушал Сергея Анатольевича Сибирякова и делал на Форексе, скажем так, не инвестиции, а ставки на те инструменты, о которых он говорит, то полтора года назад, когда я пришел и когда Сергей Анатольевич говорил о том, что будет кризис в России, да, что баррель нефти будет стоить там ниже 10 долларов, и сегодня это реальность, понимаете? А те, которые на Форексе, ну, минимальный опыт имеют, то есть они понимают, о чем я говорю. Если тогда при 80 долларов за баррель нефти я бы просто вложил хотя бы 100 фунтов, то если бы на сегодняшний день, ну, уже имел бы такой приличный капитал. И все, к чему я это все говорю? Самое главное – это знание. Когда ты знаешь и обладаешь информацией, то ты как бы на шаг впереди. Вот. Спасибо, ребята. Если такие вопросы, вы можете писать в чат. Я хочу ответить по поводу мошенничества. Смотрите, на сегодняшний день компания Skyway Invest Group, она имеет акции, ну, то есть, получается, мы как инвестор выступаем и финансируем эко-технопарк, да, либо Анатолия Довальевича Миницкого. И мы с вами получаем обязательства именно этого фонда. То есть Skyway Invest Group заключил с Анатолием Довальевичем Миницким договор, где он обязуется финансировать именно стройку эко-парка. А мы с вами, соответственно, получаем обязательства, что при выходе на IPO нам эти акции либо отпишут, либо мы будем получать дивиденды по этим акциям. Мошенничество, в принципе, даже если сегодня взламывают ваш аккаунт или еще что-то, они максимум, что могут истратить ваши личные средства, да, вам же на благо. Потому что перевести они не смогут, так как у вас имейл, а все переводы, то есть они должны через имейл подтвердиться специальным кодом. Что вы имеете завтра? Поймите, пожалуйста, Анатолий Довальевич Миницкий, он ответственный, то есть он самое главное лицо в этом проекте. И на сегодняшний день он так же, как и завтра, и послезавтра, и через десятки лет, пока вы не снимете эти обязательства с себя, пока вы не продадите эти акции третьему лицу, который будет иметь обязательства с Анатолием Довальевичем Миницким, вы никаким образом не, ну скажем так, не можете потерять. И я сегодня скачал свои сертификаты, то есть я там еще инвестировал в другие компании, да, я вам просто покажу, как выглядит обязательство других компаний, это британская компания, кстати, для того, чтобы у вас было понимание того, что то, что мы сегодня получаем от SkyWay News Group, либо от Анатолия Довальевича Миницкого, это одно, как бы имеет равносильную силу. Анатолий Довальевич, спасибо за это самое, за предоставление мне слова, вам слово. Так, друзья, ну вот, смотрите, мы по регламенту обычно в 45 минут должно уложиться, сейчас чуть-чуть больше, так как у нас сегодня предновогодний. Поэтому, друзья, если подводя итог, и сейчас у нас через 10 минут начинается вебинар уже, ну традиционный, общий, который мы для 13 часов ведем для всех. Поэтому здесь мы на следующем зададим вопросы, что кто с этого вебинара, из тех, кто пришел первый раз, переходит на те, кому это стало интересно. Поэтому, друзья, я думаю, что то, что мы сейчас говорим, мы говорим абсолютно, в общем-то, спокойные, разумные, логичные вещи, мы говорим абсолютно, в общем-то, доступные и общепринятыми термины, мы приводим довольно-таки аргументированные. Значит, поэтому дальше, друзья, сами принимайте решения, смотрите, потому что для того, чтобы понимать, надо все-таки изучать. Без усилий, когда вам говорят, хватай мешки вокзалов, отходят, это, друзья, неправильно. То есть, у нас очень много сейчас инвесторов, наших партнеров, активных партнеров, которые присматривались год к проекту, которые даже делали определенные инвестиции год назад, потом смотрели, потому что не все верили, что год проект проживет, что он создаст конструкторское бюро, начнет давать документацию, начнется строительство, начнется уже переговоры с точки зрения применения проекта в конкретных городах, а это, значит, уже серьезная экспертиза со стороны специалистов. Но так как это все идет, развивается, то людям все это более и более интересно. И дальше я могу сказать, чтобы перейти на следующий вебинар, а сейчас сделать небольшую паузу, что мы 2016 год для себя определили, что это будет год Skyway, в том плане, что 100% населения России, евразийского пространства узнают об этом проекте. Это не значит, что все к нам придут и тем более, что нас всех поддержат. Нет, друзья, по мере развития проекта появляются противники, недоброжелатели, конкуренты. Это тоже все активно развивается и тоже активно сейчас набирает обороты. Это естественный процесс для такого проекта. Поэтому изучайте, смотрите и для себя принимайте решения. Для нас строй Skyway, спасай Россию, строй Skyway, спасай планету, как говорит Михаил Кириченко с компанией, которая ведет репортажи. Это не пустые слова, это не какие-то, скажем так, лозунги, а это программа действий, которую мы все реализуем. И 2016 год, кто не будет с нами дальше, я поздравляю с наступающим годом. Не могу не сказать фразу очень сложным годом, неоднозначным годом, годом, который для многих принесет очень тяжелые испытания, которые надо пройти. Но для нас, для тех, кто в проекте, для тех, кто на нашем экономическом ковчеге, который разгоняет и запускает сегодня проект Skyway, это будет годом Skyway. Поэтому мы увидим результаты своего труда, мы почувствуем эти результаты, мы будем ими пользоваться, этими результатами труда. И поэтому я с очень серьезным оптимизмом смотрю на 2016 год. Ну а, друзья, для тех, кто будет с нами в следующем, да, в этой же комнате, в этой же, через 7 минут, через прерыв мы продолжаем нашу работу. С новичками я, ну, скажем так, надеюсь, что не прощаюсь. Я рад, что к нам подсоединяются все новые и новые люди. Вот я говорю, мы сейчас еще 4 часа с Арманда будем вести уже для русскоязычной, но зарубежной аудитории, потому что подсоединяется очень много инвесторов, которые просто для начала разговора, я могу сказать, сразу инвестировали более 100 тысяч долларов именно в тот пакет, который сейчас идет с рассрочкой на 10 месяцев по постоянными платежами. И, конечно, для таких инвесторов мы будем все больше и больше вести работу, и как раз именно зарубежные активные инвесторы к этому подключаются, потому что интерес в то, что мы делаем, все больше и больше, и как раз они понимают, что только то, что мы делаем, могут совпадать русские и никто другие. Поэтому строй Skyway, спасай Россию, друзья. Давайте до следующего вебинара. Субтитры создавал DimaTorzok